Шалом Хаверим! Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, недельная главарь Е. Смотри! Надо всматриваться во все, что с тобой происходит в этом мире. Вот со мной сегодня случился день рождения. Да, настоящий еврейский день рождения. Вот сегодня 23-го ава, все как положено. Поэтому немножко два слова. Смотримся в день рождения. Маленькая Мася сначала. Однажды вдруг Хофицхайма спросил дедушка, сколько тебе лет? Хофицхайм улыбнулся, сказал, я тебе отвечу немножко позже. Через некоторое время дедушка позвал внука, вручил ему конвертик. Это тебе подарок от меня на день рождения. Мальчик взял конверт, сказал спасибо и приготовился покинуть комнату. А дед спросил, раз ты не хочешь посмотреть, сколько я тебе дал денег? Ты знаешь, дедушка, меня учили, что подарок не пересчитывают, ответил внук. Равин улыбнулся и сказал, что все правильно, очень правильный ответ. И действительно, когда что-то получаешь, подарок не пересчитываешь. Точно так же годный человек. На этой земле все, что человек живет, это подарок от Бога, а подарок не пересчитывают. Итак, день рождения. Устная Тора вообще не игнорирует день рождения, хотя отношение к нему в иудаизме вначале было сложное. Когда низ величайших мудрецов-дворечья Раф-Йосиф достиг 60 лет, по примеру, он устроил праздник для учителей, ученых и так далее. Иерусалимский Талмуд формулирует всего в двух словах. Мазал Гавер, то есть Мазаль набирает силу человека в этот день. Мазаль это источник души, уровень души, который выше всего. И вот в этот день он набирает особую силу. В разговорном языке у нас Мазаль – это что такое? Счастье, удача, судьба. В таком смысле можно понять и приведенное высшее излечение Талмуда. В день рождения судьба человека меняется к лучшему. Она ему обещает больше удачи, больше всего. Все от человека потом зависит. День рождения – это маленький Рошашана. Как известно, по еврейской традиции, это годовщина сотворения первого человека Адама, день суда. Когда человек обновляет мир, определяет судьбу каждого из творений. То есть всеобщий такой день рождения. И у человека есть личный еще день рождения. Это день, когда душа обновляется, получает новые силы. И от него самого зависит теперь. Он получил, вот как он использует факторы для духовного роста или там еще. День рождения еще написали мудрецы. Это день, когда можно изменить судьбу человека. Необходимо пробуждать свой мозаль. Набирать, чтобы он набирал силу. Как пробуждать мозаль. Особое воздействие оказывает книги Тигелим читается. Особенно в этот день положено читать Тигелим, кто хочет. На этом основан такой обычай. Скажем, тот человек, кому 25 лет обычно читает свой 26-й псалом. При дне рождения переходит. Кто не читает личный псалом, ну это просто ущербность. Надо немедленно это поправить и начать. Ты должен поддерживать сам себя, иначе это смешно. Ты опросишь что-то у неба, а сам своим псалмом не поддерживаешь свое существование на земле. В Писании мы тоже находим намек, что в день рождения у человека возникает особая связь с Всевышним. Тигелим сказано как, ты сын мой, я тебе произвел, я сегодня произвел тебя на след, 27-й псалом, по-моему, да, и сразу после этого просил меня. То есть нам объясняют, что в день, когда Всевышний дал тебе жизнь, проси, и он удовлетворит твою просьбу. Говоря коротко, самый общий смысл день рождения, обновления души, и это очень радостный день. Его воздействие распространяется на весь год. И написано, что в этот день человек может давать браху, она действует. Поэтому, дорогие друзья, я хочу дать вам браху. Послушайте, какие замечательные слова. И благословит тебя Господь, и охранит тебя. И будет благословен тебе Господь, и помилует тебя. И будет благоволит тебя Господь, и поскнет тебе мир. Что еще нам надо, если все это даст нам Бог? Поэтому сегодня, как именинник, даю браху всем, кто меня слышит. Браха вы от слоха, чтобы у вас все сложилось. У кого что? Ну, чтобы это браха, чтобы Мазаль, который сегодня положен мне, как имениннику, чтобы он обязательно распространился на вас. Браха вы от слоха, всего самого-самого лучшего. Будем жить, ребята.